Пластиковые окна Пластиковые окна Это просто белая рама со стеклом Металлопластиковое окно состоит из трех частей Профиля, фурнитуры и стеклопакета Итак, вопрос номер один Что такое профиль? Профиль – это рама окна, состоящая из пластика, внешней оболочки, уплотнителя и металлического армирования, внутренней части, недоступной для обозрения в готовом виде Что такое металлическое армирование? Это внутренний скелет окна, от него будет зависеть жесткость и долговечность всей конструкции На него лягут ветровые и тепловые нагрузки, особенно в зимний период из-за разности температур в помещении и на улице Также на него придется весовая нагрузка самого изделия Одна створка окна может весить до 130 кг Поэтому армирование в раме окна должно быть замкнутым, из оцинкованной стали и толщиной не менее 1,2 мм Это позволит выдержать все нагрузки Следующая составляющая профиля – пластиковая рама Основная задача пластика – теплоизоляция Внутри он обычно делится на три камеры Первая необходима для водоотвода и теплоизоляции снаружи Вторая – для установки армирующего элемента И третья – для теплоизоляции со стороны помещения Камер может быть и больше, например, 5 или 7 Но важного значения для теплоизоляции профиля это уже не имеет Теплоизоляцию окна в основном будут определять ширина профиля и свойства стеклопакета Окно может быть стандартного белого цвета или любого другого Чтобы белое окно не желтело со временем, выбирайте проверенных десятилетиями производителей Например, века Из цветных окон следует отдавать предпочтение ламинации Она долговечнее краски и более устойчива к выцветанию на солнце Также ламинирующая пленка эффективнее, чем краска, отражает солнечное тепло Благодаря этому пластиковая рама будет меньше расширяться Качественное окно производят на импортном автоматизированном оборудовании Обеспечивающем идеальную геометрию изделия Все углы окна в местах сварки должны быть зачищены Это убережет от травм при уборке и эксплуатации окна Для остекления стандартной питерской квартиры вполне достаточно профиля века 58 Для утепления жилых помещений с автономным отоплением вроде загородных домов или особняков Хорошо подойдут века 70 и века 82 с двухкамерным стеклопакетом и энергосберегающим покрытием И последняя составляющая профиля – уплотнитель Он бывает двух видов – термоэластополимер и этиленпропиленовый каучук Первый уплотнитель сделан из пластика Существенный недостаток в том, что при высокой температуре он становится слишком мягким, а при низкой теряет свою эластичность Такой уплотнитель, как правило, впаян в раму и замене не подлежит Второй уплотнитель сделан из каучука Правильная форма в разрезе – буква «Д», что обеспечит плотный и долговечный прижим Такой уплотнитель легко снять с рамы и заменить новым при необходимости Он устойчив к большому перепаду температур – от минус 60 до плюс 120 градусов Цельсия Легко восстанавливает свою форму после деформации Уплотнитель может быть разных цветов – черный, серый и карамельный Вопрос номер два Что такое фурнитура? Фурнитура – это не просто ручка и две петли, как на старых окнах Это двигатель вашего окна И он достаточно сложен Качественная фурнитура обеспечивает плотный прижим открывающихся створок и исключает продувание Она находится на торце открывающейся створки и должна устанавливаться практически по всему ее периметру От фурнитуры во многом зависит комфорт использования, герметичность и долговечность окна Перечислим основные составляющие качественной фурнитуры Первое – антикоррозийное покрытие Второе – приподниматель створки В закрытом состоянии створки приподнимает ее, убирая нагрузку с верхней петли Это облегчает закрывание больших створок окна и существенно увеличивает срок службы фурнитуры Третье – вращающиеся цапфозапирания С ними легче будет закрывать окно, и оно прослужит дольше Четвертое – блокировка двойного открывания защитит от случаев, когда окно открывается в двух плоскостях и висит на одной петле Пятое – логотип компании-изготовителя позволяет выяснить, что у вас установлено Например, фурнитура ГУ или Зигения Фурнитура этих немецких производителей соответствует высоким стандартам качества И обеспечивает не менее 10 тысяч циклов открываний и закрываний у фурнитуры ГУ И 60 тысяч у элитной фурнитуры Зигения Титан Необходимо знать, что за фурнитурой нужен уход Ее следует чистить от пыли и смазывать два раза в год Об этом подробнее в инструкции по эксплуатации окна Вопрос номер три – стеклопакет Именно стеклопакет будет определять тепло и звукоизоляцию окна, так как занимает основную его площадь Стеклопакет может быть однокамерным или двухкамерным Чтобы правильно его выбрать, нужно ответить на несколько «если» Если окна выходят на шумную улицу, значит стеклопакет с разной толщиной стекол – ваш вариант Если дома холодно, идеальным решением станет двухкамерный стеклопакет с энергосбережением Если жарко и от солнца все воцветает, вас спасет стеклопакет с защитой от солнца Для климатической зоны Санкт-Петербурга приведенное сопротивление теплопередачи должно быть не менее 0,51 Для наглядности покажем данные ГОСТ по наиболее популярным стеклопакетам Однокамерный, двухкамерный, однокамерный с энергосберегающим покрытием, двухкамерный с таким же покрытием и теплопакет 2.0 Качественное пластиковое окно – это 25% успеха в задаче «Как получить окно, подходящее именно вам?» Еще 25% – это профессиональный подбор комплектующих для этого окна Еще 10% – это доставка А оставшиеся 40% – это качественный монтаж и отделка откосов Но об этом уже в другом видео Мы вкратце рассказали об устройстве металлопластикового окна И у нас есть еще много полезной информации для вас Если вы в поиске действительно качественного товара, обращайтесь к нашим специалистам Мы готовы ответить на ваши вопросы по телефону 740-67-49 Также смотрите статьи про звука и теплоизоляцию на нашем сайте